Друзья, я решил изменить вступление, и вот сделал вступление вот это маленькое стихотворение от маленьких сонет. Сонет называется «Так нелегко». Он написан после известных событий 1993 года, после которых я покинул столицу бывшей Советского Союза. И тогда я написал вот это небольшое стихотворение. Написано оно перед уездом в Шереметьево в Москве в 1993 году, в то самое время, когда уже догорел Белый дом. Итак, сонет. Так нелегко раскаяться и жить, и так легко грешить и гадить, и ум и честь, и совесть погубить, и смрад порока за собой оставить. Когда суда гламление есть закон, а вратик расть вполне уже прилично, и с колоколен слышен лживый звон, и проповедник мерзок и двухличин. Взрастет детей на подлости хлебах, на доскверненной родине нажиться, но энергенций не дают на небесах, и поздно к старости до хлепоты молиться. Куда идем, к чему нам злые лица, и что нестем в неискренних глазах. Друзья, еще раз говорю, как только вы видите говорящую голову на экране, которая вам проповедует и зовет вас встать в строй и идти сражаться, Знайте, что это работает палач. Те, кто отзовутся на этот призыв и пойдут убивать братьев своих, они очень скоро и очень сильно будут завидовать мертвым. Благодарю вас всех за внимание. Теперь слушайте данный ролик. Если вам понравится, я его оставлю вступлением к следующим роликам. Почему? Потому что, если я оставлю то вступление, которое было, то, скорее всего, каждый ролик начнут, у них новую установку, все новые ролики, где там поймаем и дым, и прочее все, они их все просто блокируют. Или затирают в самый низ. То есть это назад не идет, на задние ролики это не распространяется, но новые ролики будут подвергаться большому риску. А я хочу оставаться с вами как можно дольше. Итак, слушайте. Приветствую всех настоящих и искренних друзей канала. Время еще не вернулось в наше отражение. Мы все еще находимся с вами во власти часа БК, самого темного времени суток. Как я вас предупреждал, началось уничтожение Южной Европы. Читаю. Наша экономика в настоящее время не является военной, но правительство Италии готовится к такому варианту, заявил в пятницу 11 марта премьер-министр Марио Драги. Руководители, большей части еще выживающих итальянских компаний разных сфер экономики, отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Там, вернее, та грань давно уже перешли, они ее давно. То есть, красная черта давно пройдена. Руководители, большей части, я сейчас повторяю, но они что должны сказать? Они же не могут прямо сказать, что все уже. Они еще надеются, что кто-то им поможет чем-то. При этом, большую часть используемой энергии Италии импортирует. Вся атомная электростанция, которая обеспечивает страну электроэнергии, были, как вы понимаете, почему приказы закрыты в начале 21 века. Я объяснял, что поскольку количество оружейного урана стремительно сокращается, добыча его практически свинок на нулю, экспорт из России идет очень маленький, то скоро все атомные электростанции, за малым исключением, во всем мире полностью станут. А все атомные электростанции, вы знаете, и в Германии, и в Италии уже были закрыты в начале этого века, после якобы проведенных референдумов, на которых, конечно же, никто ничего, никаких реальных цифр не показывал. В 2021-2022 году власти выделили уже более 10 миллиардов евро на амортизацию роста тарифов для граждан и бизнеса. Но эти деньги уже благополучно исчезли. Доля российского в общем объеме газа используем в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Напомню, что в свое время, для того, чтобы не было реальных нормальных поставок газа и нефти, была устроена та самая революция в Ливии, после которой были, так сказать, в десятки раз сокращены объемы поставок газа и Италии в Италию из Ливии и нефти. Власти страны с февраля 2022 года делают заявление о намерении по меньшей мере сократить по политическим мотивам объем закупок в России. То есть ради каких-то неизвестных никому политических мотивов итальянское правительство решило обнулить экономику и посадить все население в ситуацию невозможности дальнейшего выживания. Я почувствую в ситуацию невозможности дальнейшего выживания. К середине 2023 года в Италии они, я думаю, доведут до того, что дневная пайка не должна будет превышать 100 грамм пасты сухой в тех регионах, которые будут условно живыми. Не везде, в большей части ничего, и 100 грамм не будут давать. А что будет, спросите вы? Я отвечу к концу 2024 года на территорию Пенинского полуострова. Найти хоть какое-либо присутствие власти или экономики будет невозможно. Население там сократят на 90%, как минимум. Выживших будут направлять лагеря Красного Креста в двух-трех местах на территории Пенинского полуострова. Детей будут отправлять в такие же лагеря отдельно. Выживут только некоторые небольшие коммуны в итальянских Альпах, в лесах и предгорьях, условиях самообеспечения, там где смогут. Друзья, подумайте сами при этом о том, что происходит сегодня реально. Теперь я хочу вам сказать, что VPN никто реально отменить не может. Там пишут, что закрывают какие-то Росподтеннадзоры, там что-то закрывают. Ничего они реально не закрывают. VPN запретить они не могут, отменить не могут. Мне также некоторые пишут, что карты Мир на Гугле принимаются. На самом деле никто пока ничего реально не делал. Все, что может работать, пока что работает. Не знаете, как устанавливать VPN? Попросите друзей. С помощью его YouTube можно будет и дальше смотреть. Без проблем. В Германии, Италии, Испании уже жестко ограничили отпуск товаров при этом в одни руки. Заметим, что в России тоже ограничивают отпуск товаров в одни руки. И то же самое происходит в Германии, Италии и Испании одновременно. То есть новые санкции ЕС против России должны вступить в силу воскресенья, сказали нам до этого. Это заявил глава МИД Франции Жан-Ил Ледеран. Это он заявил в субботу. Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступить в силу сегодняшнего дня. Сказал Ледеран в эфире радиостанции Франц-Интер. И опять полный пшик, не считая того, что они быстро грабят русские счета и русскую недвижимость. В Испании виллы и квартиры россиян заселяют. Сами понимаете, кем. Теми, чьи жизни очень важны, кто переплыли на байдарках Средиземное море. Надо, чтобы между послами был заключен договор с одной стороны, чтобы запретить импорт железа и стали в Тори-Тему. Чтобы запретить экспорт предметов роскоши. Чтобы запретить любую инвестицию в министрную сферу, чтобы расширить санкционный список олигархов. Отмечают все министры ЕС. Все эти санкции направлены на реальное уничтожение остатковой индустрии в самой ЕС. Но при этом задайте себе простой вопрос. Какой идиот, владелец в России, даже олигарх, которые умом не отличаются особой сообразительностью, станет отгружать сталь из России или еще что-либо, например, те же нефтепродукты или минеральные удобрения, если за нее не может он получить доллары и евро? Он что, просто так сам заплатит? А как он будет платить за транспортные расходы за пределами России? Если он не может, не имеет права пользоваться долларами и евро? Просто все санкции финансовой смеры, если они реально действуют, санкции финансовой смеры по ограничению платежей из России в долларах и евро, то какие могут быть потом еще экономические санкции? Все! Экономика не должна работать на экспорт и импорт совсем, потому что невозможно заплатить за импортируемый товар и невозможно получить деньги за экспортируемый. Единственное направление, которое остается рабочим, это Китай. Ну что с ним сделали, я вам потом расскажу. Придумали бы уж что-нибудь более реальное. Есть вообще странные комментарии. Вот читай его. Работаю в порту, все прекрасно. Все товары идут, все магазины Новороссийска ломятся от продуктов. Цены никто не повышал. У нас наоборот цены в Новороссийске понижаются. Я даже не знаю, что отвечать таким комментаторам. Где они живут, в каком Новороссийске? Что они пишут? Друзья, на втором канале Незнакомая Франция, ссылка в описании, ссылка также можно пройти легко с главной страницы, а можно также просто вбить в поисковике Незнакомая Франция, вы туда попадете. Я сделал всем вам подарок вчера. Нет, позавчера. И, как говорится, ну, посмотрел количество посещений и был очень удивлен. То есть, реально, что вы не получаете уведомления или вас не интересуют мои подарки, я как-то это не понимаю. Потому что там около 7 тысяч посмотрел, и все, посетители. А ведь подарок, там небольшой ролик, и он очень подарок, особенно надрисован всем женщинам, этот подарок. Теперь, друзья, внизу, в описании под роликом, как всегда, именно тех помощников, которые смогли в это трудное время оказать финансовую помощь. Блогу. Ну, помощь, конечно, стремительно сокращается, я понимаю, что время тяжелое. Ну, я говорю, пока, пока будет возможность, буду работать. Сейчас, как говорится, даже, даже обращаться к тем, у кого самого проблемы, и смысла никакого нет. Я всегда говорил, не надо оказывать помощь, если вы ее не можете оказать, если у вас, если это нанесет ущерб вашему, так сказать, личному. Благосостоянию или вашей семье. То есть, помощь принимается только такая, которая не наносит ущерба тем, кто ее оказывает. Вот, кто может, ссылки внизу, в описании, как ее оказать. Благодарю еще раз от себя и от вашего имени, всех тех, кто это делает. Друзья, вот интересное письмо из Киева прислала подписчица Камила. Она нашла такой пост под ником Димон Хаммер. Камила, она не из Киева сама, но она нашла пост из Киева под ником Димон Хаммер. Читаю. И это согласуется с теми письмами, я не буду читать их, к сожалению, очень много, которые еще более в жесткой форме все пишут. Вчера гулял по Киеву. Кругом ежи и мешки с песком, доты, военная техника. По любопытству, зачем в жилых кварталах ставить танки, пушки и прочее? Почему они создают три линии обороны вокруг города, как положено? И так проще защищать город, и потери средиемирных жителей будут незначительны. Ответ удивил. Европа должна увидеть чудовищное разрушение, горе матерей и трупы детей. Это главная наша задача. Я подчеркиваю. Это главная наша задача. Когда эта цель будет достигнута, мы уйдем из города как победители. Меня аж придернуло. Твари, что они делают? Обращаясь к жителям города, метро может стать не спасением, а ловушкой. Очень много военных при входе в метро. Они типа ловят диверсантов. Но по их лицам я сомневаюсь, что они их ловят. Зачем им ящики со взрывчаткой в подсобке? Друзья мои, будьте осторожны, пишет этот человек, который опубликовал этот пост. Я могу только от себя добавить, что если хотите гарантированно и страшно умереть, идите в бомбоубежище в метро. Или быстро садитесь и убегайте в машине куда-нибудь, куда глаза глядят. Вариант гарантированной смерти и в том другом случае. И еще в СССР были такие служаки, кто не знает, которые занимались обустройством бомбоубежища. Я как-то одного подполковника спросил на рыбалке. Лукеттик, скажи мне, а зачем люди должны бежать в убежище? Вот она пролетела и рванула. Я имею ввиду ядерную ракету. Ракету с ядерной боеголовкой. А повестить никого, конечно, не успеют. А если успеют, то что будет с теми, кто добежал до этих ваших убежищ? Вверху моментально возникнут радиоактивные руины и пожары. Все будет гореть в случае ядерного взрыва, все горит. Если кто не знает, посмотрите поражающий эффект. То есть вверху входы, вверху полыхает, все изменит от радиации. Входы все завалило. Вентиляция, что засосет сверху, когда там вверху все горит, и вверху радиоактивной пыли тьма. Солнца не видно, естественно. Фильтры как менять, если они там есть? Фильтры на противогазах как менять? Ну, на первое время хотя бы, на трое, на четверо, на пятеро суток. Фильтры, кто не знает, на противогазах надо менять достаточно часто. И что есть, и что пить, и как вообще есть и пить в противогазе сидя? Ведь вы, говорю я, спросил я, сказал я ему, всю тушенку давно пропили, кашу не сварить там. Это на картинке у вас все красиво все, а в реальности вода ваших убежищек по колено, кроме крыс и комаров ничего нет, краны все ржавые, откроешь, вылетит, выбьет его, трубы гнилые, ноги текут. Это что, место коллективной казни людей спасающихся? Спросил я его. Вот ты лично сам туда побежишь? Ответ, Лукича, у меня из Макарова есть три пули в семье и одну себе. Но у меня работа такая, а жить-то надо? Да и не будет той войны. Поэтому тушенку надо использовать по назначению, засмеялся он. Те, кто верит в эту войну, пусть пойдут к этим идиотам и убийцам в форме и спросят. Вот к тем убийцам и идиотам, которые там ходят в форме и спросят. А что, у нас война с Украиной? Или а что, у нас война с Россией объявлена? А вы что, армия на самом деле? С кем воюете? Зачем вам тротилы пластицид в метро носить ящиками и в дома в центре городов? Кто вообще там стреляет и летает без объявления войны? Вопросы есть такие простые. Почему война войной, а газопроводы, нефтепроводы прекрасно работают? Вот я еще раз спрашиваю. Если война войной между Россией и Украиной якобы, но война не объявлена, ни там, ни там, то почему работают газопроводы и нефтепроводы? И таких почему у вас будет тьма? Читаю письмо Марины из Варшавы. Имя изменил по ее просьбе. Здравия вам, Марат. Я уже вам писал из Польши, вот пишу еще раз. Я в Варшаве. Буду писать только то, что вижу и знаю наверняка. Приехало сюда очень много наших из Украины. Она сама из Украины. Поляки очень стараются им помогать, как так стараются, что сами скоро останутся без ничего. Магазинов всего полно, на рынках тоже пока. Наши скупают все подряд, но все равно полно. Сегодня показывали наших дурочек, которые у белорусской границы пытались помешать проехать российским и белорусским фурам, которых Польша тихаря разрешает завозить продукты. Более того, дают им зеленый коридор. Не понимают, что это для их же блага. Наши здешние предприниматели, которые все уже здесь давным-давно, и она имеет виду украинцев, и успели нахватать жилья для сдачи в аренду, взментили резко цены. Но у поляков можно снять жилье по нормальной цене. У приехавших это не получается. А они не знают языка, они знают законов. Приехавшие нарушают правила дорожного движения, жертву сразу огребают по полной. Пенсионеры местные накинулись было в транспорте наших, почему без масок. Ну а что от них получают ответ на чистом русском языке? Мы вам не собаки. Ну тут никто не контролирует, пришлось пенсионерам успокоиться. Какой-то зам Недельского сейми пытался писать на тему того, что украинцы не привиты. Результатом было густое размещение метро рекламы прививок. Ага, на польском языке реклама. Про QR-коды и дальше никто ничего не слышал. Все наши ищут работу. Ее как бы полно, она какая-то странная. Чего-то строят, разваливают и перестраивают дороги, откапывают и закапывают. Да, за мной придется делать. Какой-то зам Недельского сейми пытался писать на тему того, что украинцы не все заколотые. Результатом было густое размещение в метро рекламы того самого. Ага, при этом вся реклама на польском языке. Про те самые паспорта настоящих граждан дальше никто ничего не слышал. Все наши ищут якобы работу. Ее как бы полно, но она какая-то странная. Что-то строят, разваливают и перестраивают дороги. То есть где-то откапывают и где-то закапывают. Трубы, например. Женщина расхватывают на склады и теплицы, куда раньше никто не хотел идти. А теперь расскажу немного о довязисти, которое я получаю из города на Украине, в котором я живу. Жила. Источник самый надежный. У нас в городе был единственный химзавод, который работал на всю страну. Его берегут и не разрушают, но он принадлежит господину Коломойскому. Также не трогают пока что и другие предприятия. А у нас их много. Стальзавод, вагонный завод, машиностроительный завод. Не учитывая такой мелочевки, как колесный завод, сажевый завод, дурмаш, кондитерки, булочки, молочки, обулны и швейные фабрики. Практически все это работало. До так называемой войны. Супермаркеты работают, официальные поставки сократились. И начались на их неофициальные. При этом сирены в городе воют со страшной силой. И все. То есть никакой вот это вся война. Уезжать люди не торопятся. Рядом села пока что еще богатые. В нашем городе живет много евреев. Их всегда у нас было много. Когда разрешили выезжать на историческую родину, очень мало кто уехал. Что-то знали, видимо. Наш город пополам пересекает Днепр. Берега не промышленные. Воды только зоны отдыха, пляж и рестораны, лодочная станция. Название этого чуда города Кременчуг. Когда во дворе начали оборудовать места, где люди прячутся, а прячутся в основном от сирен, которые здорово так воют, то устроили бомбу убежище в подземной парковке. Кстати, она попросила не озвучивать, что город Кременчуг, но тут смысла нет, потому что единственный город, где есть это Коломойское химическое предприятие, все знают. Там вода есть в подземной парковке, биотуалеты, буржуйки и генераторы. Два последних на случай отключения света. Когда люди выходят из дома, иногда появляются мародеры. Их ловят и карают нещадно. Вот такая история получилась на сегодняшний день. Что будет завтра, не знаю. Только если бы я была сейчас дома, в жизни никуда бы не уехала. Спасибо, что вы слушали мир вашему дому. Ни биотуалеты, ни буржуйки, друзья, никому не помогут, я выше уже сказал. Всех спасающихся обязательно должны убрать. Покорные власти идиотов всегда умирают первым. Я запомню еще раз. Покорные власти идиотов всегда умирают первым. Я, друзья, уже не знаю, сколько вам говорю, устал говорить, что все события происходят в СМИ, в реальной. А кое-где они происходят и в реальности. То есть идет, так сказать, большое гладиаторское побоище в интересах тех, кто правит миром. Я вам все время тут буду показывать картинки. Вы смотрите, я их комментировать не буду. Письмо из Северодонецка зачитываю. В нашем химическом треугольнике, пока не закрылась крышка котла, ситуация может быть абсолютно разная. Кто-то живет в подвале голодный-холодный, светобелый, не веет третью неделю. А у других только нет интернета в проводе. А при том, что все мобильные операторы объединились в одну сеть, как я понимаю, есть возможность не только готовить пищу дома, но и смотреть сводки. Получается удобная война на диване. Ибо местные чаты – это рассадники паники, которые я покинул в первый же день. Ну, для сбора Гаваха что может быть лучше? В 2014 году, как положили связь, так ее и не было до кончания действий. То есть я напомню, что когда действительно были жесткие военные события в 2014 году, никакой связи там не было, никакого телевидения не было. А сейчас все есть, пожалуйста, включил ящики, смотри, как вас убивают. Прекрасно, в прямом эфире. Сейчас выкладывай фото D30 во дворах, D3 во дворах и до вчерашнего дня смотри любую пропаганду, хоть двух, хоть трехцветную и фонтанируй эмоциями, как гейзер для нечисти. Пока ребята вокруг тебя убивают друг друга в прямом эфире. Поскольку принимать участие в мясорубке желаний нет, вместо бусоли и дальномера пишут письма друзьям, которые пошли за денежкой, довожу до сведения не только про обстановку в родном городе, а то, что нет уже долгов у них перед банками, уже прямо сейчас, как их самих банков в ближайшем будущем. Но самое сейчас важное следует тем, чтобы не было техники и ствольной артиллерии между наших домов. Если будет, то не ждать контр-батарейную стрельбу. Но зато небо чистейшее сегодня, когда одни стреляют, другие не могут рисовать полоски в небе. И пока кто-то не хочет умирать, кто-то жить, как мы не хочет, как мы живем, сами себя доводим, что встаем предвыбором, либо ужасный конец, либо ужас без конца. Очень важная фраза, либо ужасный конец, либо ужас без конца. Но волновать не будем, равновесие неизбежно, быть добру. Вячеслав, Серый, Двенецкий. То есть, тут все, в принципе, понятно. Отводят две группы, одевают почти что похожую форму, они там пуляют, потом, ну, вы понимаете, голливудовские трюки все давно отработаны, прекрасно отработаны. Где-то там гудит, где-то самолеты сверху, барьер переводит. Где-то с Северной Кореи, кстати, завезли около двухсот штук, туда-сюда пускают. Они, правда, летят совсем не туда, куда их пускают, но их пускают туда-сюда. Короче, ни в той, ни в другой армии пускать давно уже нечего. Письмо от основного офицера из Николаева. Здравия вам глубоко, уважаемый Марат. У меня все нормально, семья, порядок, держимся в этом балагане событий, которые все больше напоминают театр абсурда и идиотизм. Уже без иронии и улыбок на это просто невозможно смотреть. Иногда еще не до СМИ подкидывают свежие порции маразма. А дураки продолжают бежать в военкомат, чтобы спасти ныньку. Себя не хотят спасать, а вот спасти ложь для них это продолжает оставаться чуть ли не святым. Теперь повестки на типо мобилизацию раздают на блокпостах. Проверили мужчину документы, удоставляющие личность, и выписали. В Адресе некоторые пишут, даже забирают документы, а когда придешь в типо военкомат, их тебе вернут. Однако что-то типа долгов человека должен исполнить. Мне думается, все зависит от нелюдей. Я, например, ехал в машине, нас остановили для досмотра, пострелив глаза друг другу в этой терробороны, и ничего, поехал я со своей семьей дальше. Ну, такие все крутые, понтом много, когда с автоматом, а скорее всего ходил обиженным по жизни, а сейчас временно можно и крутым побыть. Немного местных фантазий. В самом городе российских войск нет, но бдительные лица очень часто выявляют подозрительных лиц, которые потом причисляют то ли к шпионам, то ли к мародерам, то ли к третьей силе, которые и помогают злостному оккупационному режиму. Я сейчас, понимаете, войну никто нигде не объявлял при этом. Стреляют, бабахают ежедневно, чтобы толпа боялась, и сделали неправильные шаги. Я сейчас, понимаете, бабахать и стрелять очень легко. Вагонами петарды заводят. Не буду вам писать про уничтоженные больницы в центре города и детские садики. Чушь неимоверная. Знаю, как стреляет 122-мм снаряд, и двухэтажное здание слаживается. А здание на картинке стоит, внутри бардак разрушения. Мне все понятно, что только свои. Внутрь занесли, взорвали, спихивают на россиян. А рядом жилье стоит, и целые дома с целыми стеклами. Другие учреждения, стекла даже не выбиты. То есть там просто занесли, ну, от подспольного гранатомета, а так и бросили внутрь. А там без... взрывается, так, хлопок. Бум, и все. Ну, или еще что-нибудь. Ну, 200 грамм тортиловой шашки привесили и взорвали перекрытие, или лестницу взорвали между этажами. Все очень просто делается. В лифт бросили, или в кнопку нажали, а наверх поехал и бабахнул там по дороге. Эта технология давно-давно отработана. Но люди-то, люди, которые никогда не видели, никогда не понимают, что происходит, они все это, всему этому верят. Я вам скажу так, что от 122-х миллиметровой гаубицы, когда снаряд попадет в хороший кирпичный трехэтажный дом, он весь сложится вовнутрь, и еще и образуется яма большая. То есть наружу ничего не будет видно, будет яма. Метров 15-20 в диаметре. Как минимум. И там весь этот дом внутри где-то будет. В этой яме. Там никого из развалин спасать некого будет. Если там люди были, то они там все и остались. Нет, действительно было несколько пролетов и по жилым домам. Имеется и порождение. Но в сценарии спектакля написано, что должны быть пролеты. Значит, такая нужна импровизация. Знаю точно одно. Штамп, где нет силовиков, туда ничего не стреляют. А если выявили, то уж извините. Ведь толпа привыкла хавать, жрать ложь и никогда не насытиться. Кокаиновый мальчик раздает губернаторам, мэрам, генералам, сидящим в уютных апартаментах, ордена и медали. Ну и, конечно, посмертно награждает всеми погибших за директоров фирмы компании, которые действуют на территории У. Однажды командир Роттер когда-то мне рассказал на моем проявлении свою историю жизни. В 1994 году он приехал в отпуск домой в Херсонскую область. Зашел, одетый по форме, уже украинской армии, где же дедушка и бабушка. Они-то обрадовались, по его словам. Дедушка увидел его в форме с элементами трезуба украинского, сказал, в жесткой форме. Сними ее и больше в этом доме, чтоб ты не появлялся. Как оказалось, где-то его служил в армии с 1944 по 1952 год, бегал по лесам западной Украины и ловил мольфары и мольфары. Вы знаете, продолжал давать аргументы и аргументировать некоторые по поводу происходящего тут. Начали просыпаться. Неужели в самом деле так? Спрашивают. И начинают прочитать, мол, почему мы раньше не верили? А дальше будет еще хуже. Это только старт. А впереди очень длинная дистанция, отвечаю я. Да, свежий прикол от Кабмина. На территорию продлили действия карантина до 31 мая. Как тут не удержаться, улыбнуться при этом показатели 1 марта этого года ежедневно заболевших ноль. А ограничения надо продлить. Но ни разу не спалились. Ну, как-то так. Держимся все нормально. Непривычно для моих, но радует, что какой-то кто-то ближе стал друг к другу. Это больше меня радует, чем новости от баранов. Добро. Не буду вас утомлять. Очень-очень благодарю за душевное состояние, так же за труды, за осознание происходящего. Уверен, что будет мир и прекрасное будущее. Вам силы и вдохновения в ваших творчестве, советах и настроениях. Уже они точно лишними не будут. Намного открылись глаза, слышать стал намного лучше и представление о мироздании изменилось. Благодарствую вам рад, что мои сомнения теперь сложились в правильном направлении и то, что меня гложило и не давало мне покоя многие годы. На вопросы типа что-то здесь не так, я нашел ответы. Искренне, с благодарностью, подписчикам Стин. Всех вам благ, честь имею, жму руку. Есть письма из Одессы, где там говорят, что поставили в центре города танк и обложили дюка мешками с песком. Вот такая там в Бадысе идет страшная война. Но при этом эвакуируют. Друзья, задача я в том ролике вам еще говорил, задача очень простая. Население Украины надо либо уничтожить, либо эвакуировать. То есть все население. Почему? Потому что потом будут созданы кибуцу и там приедут хозяева, а рабов привезут из Китая. Потому что украинские черноземы очень нужны для мировой сионистской организации. Поэтому там все будет организовано так, как надо. И уже, понимаете, когда где-то миллион семьсот тысяч детей вывезли, то, как вы понимаете, дети уже никогда назад не вернутся. И все. И кто там будет жить? То есть придут на землю те, кому надо и будут ее использовать. И это все в планах есть. Это все давно расписано и показано. ПС пишет, Константин, уверен, что мы с вами встретимся и живую пожмем друг другу руки. Самое интересное письмо, друзья, я получил из города приатомной станции. Здравия, Марат. Пишу вам с территории У. Вижу, пишут, мало комментариев с Украины. Я живу в городе спутники приатомной станции, а именно на Запорожской АЭС. 4 марта нас всех захватили. Вы можете легко найти на YouTube прямую трансляцию захвата АЭС. Некоторые из нас сегодня понимают, что это было стопроцентное кино постановочное. Причем со снятием на камеры телевидения. Но кто находился в тот момент на станции, об этом они совершенно не знали. Их реально обстреливали. Ощущать себя на таком объекте в такой обстановке скажу малоприятное. Это сейчас можно суетрезо, глядя на последствия обстрела. Сразу скажу, ни один технический процесс не пострадал. Но во время перестрелки наши мгновенно остановили два блока во избежание прямых последствий. При этом на работе находился персонал уже больше суток. Их тупо не выпускались вечера, уже в виде приближения российской техники. Далее скажу, наше руководство АЭС запретило ВСУ вести любые боевые действия на объекте. Но те отмахнулись, сказали нашему начальству виднее и устроили им засаду на проходной рядом со стоящим зданием. Хотя засаду можно было устроить в любом месте на той же дороге до станции. Граждан до этой войны посоздал административное здание над проходной, а также здание УТЦ, учебно-траневочный центр. Он находится перед проходной. То есть НАТО наши сидели в засаде и отстреливались, а их снимали. Также пролетали пули дальше, разбив несколько стекла. А также попали тремя танковыми снарядами на эстакаду для зоны строгого режима. Проходя по этой эстакаде, все видели болбанку это снаряды и понимали, что это не боевая. Я уже говорил, все выстрелы из танков совершаются подствольными учебными снарядами, которые используются на полигонах для учебных стрельб. Потому что боевых снарядов давно уже у танков нет практически, хоть и мало, может быть из Китая несколько вагонов и так далее. Пробило крышу это болбанка, сверху попало стекло и все, лежит пустая болбанка, но людям тогда реально было жуть как страшно. Итог. Наши естественно сразу же сдались. У России было, как пишут, 100 единиц техники и около тысяч солдат. Наших около 30 человек. С того дня территория есть только под их контролем, но и город соответственно тоже. Город небольшой, около 60 тысяч человек, на территорию на 2-3 километра. Так как город находится в аппендиксе, подъездная дорога одна, то нас и отрезали. На данный момент в городе продовольствия почти нет, супермаркеты пустые. Благо близлежащих сел он привозит продукты, их пропускает, но за наличку, а где ее взять? Деньги не подвозят, страшная очередь за всем, что подвозят иногда. То есть зарплату людям не платят. Денег нет, продовольствия нет. Куда они пойдут и что с ними будет? Вот вы представьте себе, вы живете в городе заблокированном, денег у вас нет и продовольствия нет. Дальше писать, говорить, я об этом давно предупреждал, три года назад. Итог по городу, налички нет, за терминал ничего нет, бензина нет, пока живем на запасах, зато не стреляют. Но это, как казалось, не самое страшное. Три дня назад объявили, что теперь наши станции относятся к Росатому, а не к Энергоатому Украины. И теперь это территория России. Пока выше наше руководство сопротивляется, они давно уже захватили и вывезли всю документацию со станции. Лично видела, как вывозят груженые машины. И вот со вчерашнего дня они решили взяться за мирное население. А именно выше на патруле в городе, останавливают машины, отбирают ценности, деньги, запрещают тонированные стекла. Типа по российским законам это запрещено. Сегодня вытащили из машины мужчину и начали извивать прилюдно. Видимо, он их посылал и кричал «Слава Украине!». Речь у них была не русская, русского языка не знают. Скорее всего, чеченцы и китайцы. Я так думаю, что там китайцев больше. Также они забрали две машины людей для себя. У нас город маленький, все видно. По чатам разносится быстро. При этом заметим, что все работает. Чаты работают, телевидение работает, радио работает, мобильные телефоны работают. Отличная война просто. Беда, если идет война, если в город зашли войска, если они поставили в вашем саду гаубицу, как вы думаете, у кого-нибудь рядом будет работать мобильный телефон? Ведь вычислить позиции, послать данные с мобильного телефона, это расплюнуть. и тут в эту самую гаубицу прилетит с расстояния 20 или 30 километров с точностью до 1 метра от ветка. То есть, там, где реальная армия стоит и где идут реальные события, ни у кого никогда не будут работать мобильные телефоны, мобильные устройства, интернета не будет, радио не будет, и телевидение не будет, ничего не будет. Ни света, ни газа, ничего не будет. это закон войны. Наши руководства, пишет она, предложило персоналу родным не выходить на улицу сегодня, а я вот думаю, может еще и забьют подъезды в избежание конфликтов. Вот так нам пытаются вбить, что мы на территории России, с паспортами Украина и так далее. На работу АЭС запретили ходить с любыми мобильными телефонами с завтрашнего дня. Также смотрят в городе в мобилках на фото их техники и отбирают телефоны, если понравится или если не понравилось фото. Ну, то есть, человек идет, у него отбирают мобильный телефон, если он нравится, его просто забирают. То есть, течеще воды мародерство. Я повторяю, оккупанты никогда не будут так относиться к объектам, важным таким, когда там на электростанции им надо, чтобы все работало как часы, чтобы люди наоборот радовались, что им дают жить, их бы кормили и говорили, вы работаете, друзья, и все будет хорошо. Вот так вот. Что будет дальше, пишет он, не дальше не знаю. В городе 6 дней не было мобильной связи и интернета. Пока я появился, я решила вам написать. Если заинтересует, могу и дальше писать, если будет такая возможность. Если решите писать письмо, не говорите ни имени ни пола. Нас также предупредили, что будут прослушать и телефоны. Короче, народ прессует со всех сторон. Я, конечно, спокойный, понимаю многие вещи благодаря вам. Спасибо вам огромное за ваш канал. Выслал вам помощь, выслал вам помощь, пока заработала связь. Безнал у нас пока его есть, его деть некуда. Хочу, чтобы канал жил. Хотя, как нам пишут все знакомые, в Запорожье в двух часах езды в городе все есть. И нал и бензин, и продукты все есть. Не забывайте, кто контролирует Запорожье, друзья мои. Но к нам они не пускают фуры и выехать не можем совсем без бензина. Ни у кого бензина нет. Я пытался выехать из города на остатки бензина, чтобы заправиться, не смог, развернули назад и запретили выезжать, сказали, в следующий раз машину заберу. Ну и в конце концов самое важное письмо, которое ставит все на свои места, друзья. В этом страшном спектакле мнимой войны, где прекрасно работают предприятия Газпрома и Укргаза, а также еще один синдикат, те же предприятия, я кстати вам скажу, что Газпром и Укргаз это на самом деле один единый синдикат. Предприятия Коломойского работают, им нужны некоторые заводы доли производства удобрения после заселения жителей Израиля и создания огромных ферм, где будут работать китайцы. То есть им нужны например минеральные удобрения. Я прекрасно понимаю, что ура-патриоты условно-разумных, а тем более неразумных, переубедить совершенно невозможно никакими фактами. Я это прекрасно понимаю. Они как Тофт Фома, которым уже поперкнул поперкнулся крокодил, а он все не кричит. Не верю! Аллигатор вздохнул и сытый в глубокую или зеленую воду нырнул. Не верю, кричает. Да, я вот тут пешбот, она вот летит прямо у меня над головой. Я говорю, до сих пор ни один человек ничего не прислал реального, чтобы там что-то летело. А ведь снять можно, например, если оно летит, если ракета например летит, то снять ее можно с совершенно безопасного состояния, с расстояния 50-60 километров можно снять на мобильный телефон. Прекрасно будет видно. Ее черти сколько видно. То есть если бы она летела, 6-7 миллионов видео было бы сразу. Но все продолжают кричать как так вот у меня над головой она прямо летит. Вот читаю вам письмо от одного из немногих оставшихся пока в живых профессионалов. Уважаемый Марат, по производству мин и снарядов я обладатель уникальной гражданской закрытой специальности. Таких выпускали не более 50 человек в год на весь СССР. 6 лет учебы вместо 5 и все спецпредметы только в спецлекционных комнатах и библиотеках под наблюдением под строгим наблюдением первого отдела и подпиской о неразглашении и невыезде из СССР на многие годы. Учился в 70-е годы 20-го столетия. Смысл специальности взрыватели для мин снарядов бомб и ракет хранения производства применения разработка учили химии точной механики электроники радио и радиолокации я наметил взрыватели для мин снарядов бомб и ракет смысл специальности практику проходили на заводе и в цехах где работало не менее 40 тысяч рабочих 40 тысяч рабочих которые день и ночь выпускали взрыватели я был этому поражен к заводу проложен был железнодорожный путь и привозили сырье и увозили взрыватели составами я объясню почему составами возили взрыватели потому что 70% взрывателей шло на экспорт из Советского Союза в тем числе прекрасно в страны натошло все это продавалось производили все на поточных французских и немецких линиях я подчеркиваю все оборудование было из Франции и Германии много было точного ручного труда ну как ручной труд мы представьте себе там сидели люди в белых халатах с моноклем глазу и выполняли уникальную ювелирную работу которую можно сделать только руками как на часовом заводе так вот я подчеркиваю что это был уникальный на весь мир завод так вот в 1993 году этот завод встал навсегда другие аналогичные заводы встали тоже сообщали однокурсники сейчас этих заводов уже стен нет все снесли с 1997 года меня как успешного выпускника приглашали на кафедру участия в приеме защиты дипломных проектов заявляю с 1996 года прекращен полностью выпуск специалистов которые хоть что-то понимают в производстве хранении применений и проектировании взрывателей с с года на территории СССР во всех 15 республиках кроме Беларуси прекращен выпуск специалистов которые хоть что-то понимают производства хранения применения и проектирования взрывателей стали выпускать специалистов по системам охраны и безопасности понятна охраны и безопасности чего частных вооруженных компаний частных военных компаний частных предприятий частных фирм которые не принадлежат России проектные институты занимающиеся разработкой взрывателей полностью ликвидированы в 1992 году помните о прошлом году в прошлом ролике он говорил что никаких выстрелов для систем залпового огня с 1992 года не производят срок хранения ракеты для града например вот сам по себе боя головка 7 лет и несущая часть там может быть может быть лет 10 это потолок то есть они давно все непригодны к использованию все что было выпущено до 1992 года то есть настоящее время это продолжать читать письмо нет ни производства ни специалистов по взрывателям а взрыватель это 99% снаряда мины бомбы ракеты так как без него снаряд мины бомбы ракеты это типа тротиловая шашка которую нечем подорвать врагов рф нет ракет к сушкам добавлю я от себя но на территории рф и украины есть военные базы смешанные из лету нато и кнр а то что вам показывают как калибр есть страшно устаревшие оперативно-тактические ракетные комплексы 9К72 эльбрус начиная с 1973 года достаточно широко поставлялся этот комплекс на экспорт кроме стран варшавского договора от ТРК состояли на вооружении в Афганистане Вьетнаме Египте Ираке Йемене Ливии это я вам как профессионал говорю Сирии на базе комплекса были созданы аналогичные системы в Северной Корее я подчеркиваю создали в Северной Корее которые потом немного переделали корейцы и в Руане этот самый комплекс стал называться Шехаб в Северной модернизированной версии использовали войска СССР в Афганистане в Афганистане по позициям маждахетов было запущено около тысячи ракет эффективность безъядных зарядов отвратительная после вывода ограниченного контингента Эльбрус остались распоряжения афганского правительства правительственных сил заряды к ним выстрелы производят Китай до сих пор туда может быть и возят афганская армия не слишком щепетильно выбирала объекты для ракетных ударов зачастую нанеся их по крупным населенным пунктам в Афганистане эти объекты им оставили там и они стали использовать как хотят как им нравится в апреле 1991 года это общеизвестный факт три ракеты были запущены по городу Астабад на востоке Афганистана внимание одна ракета упала на городском рынке убив ранен около тысячи человек я подчеркиваю одна ракета убила более тысячи человек никто никаких ракет на территории Украины пока что слава богу под городом и жилым комплексом нигде не выпускал последний раз российские ракеты Р-17 в боевых условиях применялись во время второй чеченской к тому моменту российская армия уже почти не осталось ракетных бригад вооруженных комплексом Эльбрус но на складах скопилось большое количество просроченных подчеркиваю уже тогда они были просроченные ракеты для ненесения ударов по объектам боевиков на территории Чеченской Республики был сформирован 630-й отдельный ракетный дивизион это был последний дивизион который использовал ракеты вообще в России поскольку все хранились советской техники и боезапасов я подчеркиваю в России и в Украине последнего не уничтожали вы помните как горели взрывались хранилища по всей территории России и Украины то там то тут почему их уничтожали потому что там все лежало просроченное непригодное использование если возьмете снаряд такой поставите его для использования в соответствующие орудийное устройство и стрельнете то у вас с этим устройством вместе разнесет на куски малые если он стрельнет вообще а он может еще так а потом отлетит два метра упадет и взорвется медленно так из ствола вывалится и падет там впереди и взорвется то есть все что стреляет сегодня на территории России и Украины все что стреляло в Осетии это все иностранного производства в основном Северная Корея Китай все для доказательных так называемых опереточных пусков помните во время Сирии показывали опереточные пуски калибров использовались ракеты из Китая которые в России называется 9К79-1.У вещь совершенно сама по себе отратная летит плохо летит куда попало давно не производится в России взрывается вместе с пусковой установкой часто есть корабельная версия Китай доработал она летит более-менее нормально и вроде как ни на кораблях ни вместе пуска не взрывается но все что вам могут показать реально если это реально потому что 90% то что показывают это просто кусочки из детских игр ну не детских игр а тех игр где стрелялки всякие в том же иксбоксе там то есть вот все военные эти самые самолеты там которые летают там стреляют это в основном все оттуда вытащено то что показывают по экрану телевизора я еще вот так так как срод использоват советских ракет весь всех закончился в 2000 году полностью после чего в РФ и на Украине никто не производил ничего подобного частным армиям России и Украины вообще не разрешено иметь подобные виды ни морского ни наземного вооружения единственная реальная армия сегодня есть в Беларуси но о ней поговорим потом подписка Виктория мне напомнило что на облажке экономист 2021 года там четко есть слово Сион война есть слово вор и самая последняя строчка России на этом друзья завершает ролик любителям символов сионистов все это конечно очень не понравится но тут уж я ничего изменить не могу и мне помогут даже очки из кожи соловья сладкоголовство еще раз всех вас благодарю за внимание и тех кто конечно дотерпел до этого места очень многим истина не нравится это понятно потому что посмотрев если вы три раза подряд посмотрите то что показывают по российскому телевидению или по украинскому телевидению вы моментально теряете возможность вообще адекватно воспринимать действительность ну и также соответственно соответственно многие там эти так сказать независимые и по оппозиционные СМИ независимые оппозиционные блогеры они занимаются тем же самым тем же самым чем занимается Соловьев благодарю вас еще раз за внимание всем вам доброго времени здравия и благополучия сил самое главное сил душевных вынести все это и дождаться равновесия как всегда следующая встреча у нас состоится воскресенье удачусь удачусь Продолжение следует...